Ну что, Роскомнадзор не дремлет, в воскресенье сайт теплицы заблокирован генпокуратурой со всеми поддоменами. Всем пока. Нет, ребята, не пока. Эту песню не задушишь, не убьешь, как пела Янка. Поэтому сегодня короткий ликбез о VPN. Как им пользоваться, какой выбрать, какие у технологий достоинства и недостатки. В общем, повторим то, о чем мы говорим с начала войны. Суть технологии – вы арендуете сервер где-то за пределами страны, с помощью специальной программы устанавливаете с ним связь по зашифрованному каналу и выходите в интернет, используя его как ворота. Представьте, что у вас есть дачный участок с глухим забором. Где бы вы не находились внутри участка, внешний наблюдатель видит только то, что вы входите и выходите через ворота. Все остальное для него скрыто. Ну вот VPN – это тоже самое, просто ворота находятся за пределами России. А на жителей других стран запреты Роскомпозора не распространяются. По большому счету все их можно разделить на платные, бесплатные и селф-хости. То есть платные, но сумму определяете вы. Сначала бесплатные. Делают их почти всегда энтузиасты. Первое – это с айфон. Один из старейших сервисов на рынке от канадских разработчиков. Сами они называют свое детище не VPN, а инструмент борьбы с цензурой. Вся программа – один запускаемый файл. Ссылка на скринкаст в описании, там узнаете подробности. Дальше – цензор-трекер от Роскомп Свобода. Это, собственно, не классический VPN. Трафик не шифруется отдельно – это плагин в браузер. Но нет времени объяснять, функции свои плагин выполнять. На сайт Теплицы с его помощью вы зайдете. Ссылка на скринкаст в описании. Еще один сервис – Cyberhost VPN. Это условно-бесплатный VPN. Ну то есть сам VPN платный, но можно скачать расширение в браузер и пользоваться одной из четырех локаций бесплатно, без регистрации и ограничений трафика. Теперь, что касается платных VPN. Их много советовать конкретно и не буду, чтобы не заподозрили в продакт-плейсмент. Но посоветую весьма неплохой сайт, где собрана информация о все еще работающих в России VPN. Создатели проверяют работоспособность, были ли утечки, в каких странах зарегистрированы и какая репутация у основателей. Сейчас, я думаю, у многих возник вопрос – а зачем такое разнообразие? Почему не посоветовать? Один проверенный и на этом остановиться. Отвечаю. Это связано с тем, что Роскомнадзор отлавливает VPN-сервисы и пытается их блокировать. Иногда, к сожалению, успешно. Поэтому хорошо иметь один-два резервных. Это мы уже перешли к проблемам, как вы понимаете. Следующая проблема – при массовом использовании какие-то сервера могут проседать, не справляться с нагрузкой и связь будет тормозить. В таком случае можно задуматься о смене сервиса. Следующая проблема – усиление ограничений со стороны самих сервисов, то есть отказ в регистрации пользователям из России. Парадоксально, но это так. Вы не поддерживаете войну – ничего не поделаешь. VPN мы вам не дадим. Смотрите НТВ и Первый канал – начнете поддерживать. На что обращать внимание при выборе VPN? Первое – надежность. Лучше выбрать крупный, с хорошей репутацией и годной юрисдикцией. Собственно, а юрисдикция? Не верьте надписи «Мой регистрации», проверяйте, где находятся сервера и собственники. Не исключено, что у компании, зарегистрированной на Сейшельских островах, сервера находятся в России. Понятно, что это не распространяется на случаи, когда вам нужен именно российский VPN. И помните, платность не всегда гарантия надежности. Проверенный сервис вполне может быть и бесплатным. И хороший критерий надежности тут – открытый исходный код. Ну и последнее, пожалуй, самая надежная и проверенная, а возможно и самая дешевая – это селф-постит. Это когда вы арендуете сервер за границей и настраиваете собственный VPN. Это не так сложно, как кажется, поскольку энтузиасты уже разработали программное обеспечение, которое сделает все за вас. Тут я советую Амнезия VPN или Аутлайн. Ссылки на скринкасты в описании. Я, например, в скринкасте по Амнезия ставлю VPN на сервер, который стоит 2 доллара в месяц. 2 доллара в месяц кору. И никакая генпрокуратура, никакой Роскомнадзор не помешают вам узнать правду. Ну и заходить на любимый сайт Теплицы, который, я надеюсь, таковым для вас является. Ну и все. Симпопедиши, как говорил, не помню кто, не помню кому. По-моему, Навальному. А может это он в небе увидел. А может это был и не он. Но кто-то это явно уже увидел.